ну что друзья добрый вечер всем рада всех вас видеть на нашей сегодняшней встречи видеть вот в чате и начнем мы наш очередной вебинар который входит в серию путь волшебника вот вебинар проводит его ирина амарян и сегодня мы с вами продолжим тему говорить о том насколько же действительно наше здоровье влияет на ой вернее позитивное мышление влиять на наше с вами здоровье богатство наших руках друзья мои и скажу может быть сейчас банальность что здоровье действительно является одним из важнейших богатства человека и согласитесь его невозможно приобрести ни за какие деньги а когда она потеряна вернуть нам его к сожалению тоже бывает либо чрезвычайно сложно либо невозможно вообще конечно можно глотать таблетки грязнями постоянно посещать врачей но так и не восстановить здоровье когда вред нанесен нашими с вами мыслями нашими словами нашими эмоциями и внешние воздействия в этом случае часто оказываются бесполезными вот поэтому мы так много времени стараемся уделять теме позитивного мышления часто приходится слышать вопросы о том как позитивное мышление влияет на здоровье как здоровье связано с успехом в бизнесе да и вообще собственно говоря в любой деятельности ответ друзья мои однозначен напрямую если вы здоровы то занимаясь своим делом и сталкиваясь с проблемами вы достаточно успешно сможете их решить потому что для этого у вас есть силы для этого у вас есть энергия если вы здоровы вам легче будет заниматься своим любимым делом а если вам легко и приятно заниматься своим делом друзья мои у вас возникает меньше проблем все вокруг запнулся есть сила есть энергии легко решаются вопросы дела идут лучше раз дела идут лучше мы с вами что чувствуем себя прекрасней чувствуем радость от проделанной работы дела идут лучше если вы здоровы и вы здоровы если в рабочей у вас есть успех и радость и в первом и во втором случае причина здоровья дорогие мои у нас одна и та же одна и та же личностный рост и духовное развитие чтобы не говорили поэтому здоровье успех и счастье счастье в семье вот даже хотя это все следствие работы над собой и наверное неверно было бы считать либо здоровье либо успех отдельно одно другого скорее всего эти два процесса идут параллельно и конечно же они напрямую связаны друг другом часто приходится слышать такие вопросы на встречах иногда люди задают вот если бы я достигла успеха вот если бы я сейчас заработала деньги тогда бы я обратила внимание на свое здоровье друзья мои это иллюзии это иллюзии что вначале можно достичь успеха заработав определенную сумму а потом заняться своим здоровьем духовным развитием или личной жизнью на предыдущем вебинарах мы с вами подробно разбирали как наши мысли слова действия влияет на нашу жизнь на наше здоровье сегодня мы пойдем с вами еще дальше и поговорим о том как же возникают заболевания ответ на этот вопрос нам помогут знание обустройстве человека но друзья мои хочу вам сразу сказать не думайте что это будет занудная какая-то тема это будет то что вам пригодится в будущем только то что вам пригодится в будущем и так двигаемся дальше в наш просвещенный век все вы наверняка знаете что кроме физического тела у человека есть еще и другие тела физическое тело это понятно эфирное тело она отвечает у нас за жизнестойкость выносливость активность то есть это энергия астральное тело отвечает за брак семью чувствительность жизнерадостность благодарность сексуальность даже следующее на с вами ментальное тело это мысли и идеи отвечает за способность абстрактно мыслить анализировать систематизировать брать на себя ответственность нести эту ответственность интеллектуально развиваться следующее тело бутхическое это наша с вами душа друзья мои отвечает это тело за способность творить творчески как-то самовыражаться идти собственным путем ни от кого не зависеть у этого человека бывает развито самопознание самонаблюдение мы сейчас с вами говорим об пяти вообще у него 7 у у человека 7 тел но мы с вами сегодня говорим вот об этих пяти если все дела целостны и наполнены мы чувствуем себя друзья мои превосходно но как только появляется деформация тонких тел мы ощущаем дискомфорт другими словами на физическом уровне болезни возникают тогда моими дорогие когда в тонких телах происходит энергоинформационные нарушения и первое как мы с вами уже говорили разрушающим образом действует наши слова и мысли сегодня мы поговорим с вами поподробнее о тех словах и фразах которые многие из нас повторяют по несколько раз в день и собственно говоря никто из нас даже не задумывается о том какой вред мы сами себе наносим да конечно я всегда за позитив но сейчас поговорим о негативных разрушительных фразах провоцирующих различные болезни и так друзья мои слова разрушители фраза разрушитель разрушители слова разрушители ученые провели уже целый ряд исследований речи многих тысяч пациентов и собственно им удалось найти связь между словами разрушителями и болезнями которые не создают вот например гипертония давление да что человек чаще всего любит говорить от чего может возникнуть эта болезнь поддать жару я должна выпустить пар лопнуло мое терпение вот скажите мне в чате я сейчас посмотрю как часто бывает такое произносите такие слова конечно произносите выводит инфаркт например да ну тяжелая конечно болезнь что говорить но что к нему приводит можем от него уберечься мы можем уберечься от этой болезни если избавимся таких фраз как фраз как удар самое сердце сердце мое разрывается либо там ты разрываешь мне сердце я все принимаю близко к сердцу понимаете уберите и вы избавитесь от такой неприятной болезни страшной болезни следующее чем могу сказать заболевание крови либо кровеносной системы здесь что можно сказать здесь мы всячески выжимаем соки либо он она там они все соки из меня выжили это мою вышло в мою плоти кровь часто мы говорим ты мне всю кровь скоро выпьешь иногда в запале кто-то кому-то может ответить да он мне всю кровь там высосал и так далее вот это тоже нужно взять себе на заметку дальше бронхиальная астма может возникнуть в тех случаях когда человек говорит перекрыть не кислород или мне перекрыли кислород или не чихать там на кого-то дать своему дать волю своему гневу допустим человек ох я сейчас дам волю своему гневу либо старается найти отдушину ой не так нужно найти отдушину вот это все провоцирует такой болезнь как астма следующее о чем чаще всего на что вернее люди жалуются на головную боль не те зависимость от чего возникает какие эмоции могут быть сплошная головная боль у меня сплошная головная боль от этой работы ломать голову я голову себе сломала думая о том ты о том-то ли ты еще головой побейся или я и такая фраза я постоянно рискую головой следующее о чем можно поговорить и каком нашем органе на который влияет на наши фразы например заболевание печени желчного пузыря я бы даже ожирение тоже сюда отнесла какая фраза здесь нам мешает вернее или способствует привлечению к себе вот этих заболеваний чтобы жизнь медом не казалось мне горько например другой человек говорит а чаще всего люди что говорят нет моей жизни радости нет моей жизни счастье никакой радости они когда от этого не испытывала что еще можно сказать какие еще слова да вот давайте а онкология онкология что-то гложет сам себе не принадлежу либо такая еще фраза возникает часто мне все надоело до смерти или он она там они они все время отравляют мне жизнь понимаете как вот я сейчас говорю я прям вот чувствую этот тяжесть этих слов сейчас этих фраз черноту вот этих вот негативных выражений до остеохондроз вот часто еще болезнь скажем возникает остеохондроз проблемы которые сидят на шее да я взвалила на себя этот груз я несу груз забот я несу свой крест и конечно мы таким образом привлекаем к себе остеохондроз да вот аллергию давайте тоже на часто встречается такое заболевание мы можем про леги с вами поговорить да когда мы говорим не хотел бы оказаться все в чьей-то шкуре допустим да ой что-то там не делает или так грубо не чешется там мы говорим кто-либо что-либо так что вот это тоже пожалуйста примите себе во внимание до глаза давайте еще глазных болезнях поговорим о глазных болезнях поговорим страшно смотреть не страшно на это смотреть не свет не мил а самая фраза которую я не знаю ну прям так часто бывает слышишь даже в транспорте вот сидишь и стоят там рядом кто-нибудь разговаривает да глаза мои его уже не видели друзья мы как часто мы вот прямо энергетически такой выбор сделаем когда это говорим к этому же можно отнести что еще депрессия мое терпение лопнула меня бесит меня колотит что там трясет не морочки но и так далее понимаете очень много как бы вот таких слов которые влияют на наше здоровье причем следует отметить не имеет значения кому или к чему применяются слова разрушители если не присутствует вашей активной речи программа болезни уже заложена друзья мои почитаю что сейчас мне написали я тоже не переношу плохие слова но не знаю что делать и как защита когда говорим ну вот к сожалению так к сожалению так нас когда-то елена учила и говорила как свое забираю чужое оставляю вот я с тех пор как это узнала я стала так говорить да конечно слышишь и от этого никуда не деться вот а еще знаете друзья мои вот просто вопросе и пришла новые мне мысли тоже мне однажды сказал один человек такую фразу и я тоже и проговариваю попробуйте может быть вам тоже будет помогать вашей речи вам на плечи вот не знаю откуда вот такая взялась фраза но тем не менее а позвоночник поясница больная спина друзья мои у человека нет уверенности понимаете у него нет опоры он не может твердо стоять на ногах что то ему в жизни мешает проанализируйте дорогая наталья подумайте что вас сяготит что что не дает вам уверенности либо в чем вы неуверенность чувствуете эту неуверенность попробуйте вот проанализируйте понимаете позвоночник это основа основ он держит наше тело он все наши тела держит понимаете поэтому подумайте что вам мешает свободно себя чувствовать на ногах потому что вы стоите на ногах у вас появляется боль следующий момент следующее что мы с вами разбираем до фразах поговорили избавьтесь теперь вот от этих опасных слов первое что мы с вами говорим и часто говорим должен вы наверняка не раз слышали такое выражение он должен съем вокруг я должна он должен мне должны и так далее как правильно ну не то не подразумевает ничего хорошего потому что состояние должен как и само это слово имеет негативную энергетику вы должны четко определить для себя что во первых что вы никому ничего не должны и все что вы делаете вы делаете потому что этого хотите вместо того чтобы сказать я должен сходить магазин допустим то скажите я хочу сходить в магазин за продуктами. Я хочу сейчас это сделать. Попробуйте заменить это слово. Слово должно, слово хочу. И вы себя совершенно по-другому будете чувствовать. Что мы сейчас с вами часто говорим? Нет выбора. У меня нет выбора. Мне надо делать работу, прежде чем я пойду на дискотеку, например, на вечеринку, на девичник, на мальчишник. Друзья мои, а это неправда. Вы говорите неправду. Потому что выбор есть всегда. Но в этот момент вы должны определить для себя, что для вас важнее. Работа или вечеринка, девичник, что мальчишник я сказала. Это выбор, который полностью зависит только от вас. Друзья мои, вас никто не волит сидеть за вашими отчетами на работе допоздна. Просто в этот момент вы должны сами анализировать ситуацию. Во-первых, вы сами анализируете эту ситуацию. Потом вы прогнозируете последствия. Дальше вы сравниваете возможные варианты развития событий. И уже полагаясь вот на эти первые три пункта, вы принимаете решение. Либо идти, либо не идти. Следующее слово у нас с вами какое? Не могу. Сколько раз вы говорили эти слова хотя бы, хотя они не были правдой, я так скажу. Хотя они не были правдой. Я не могу сделать, не могу больше писать, не могу больше общаться с этим человеком. Часто мы кому-то говорим. И несмотря ни на что, возможно, кто-то делает это до сих пор. Нет слов, не могу. Мы можем все. Помните, мы с вами говорили, я все могу. Если один человек смог, остальные тоже смогут. Развивайтесь, совершенствуйтесь. И тогда вам все будет по плечу, дорогие мои. Вместо я не могу писать, скажите лучше, если вы там пишете статью, или, я не знаю, там может быть выступление, к выступлению какому-то готовитесь. Я пока не великий писатель. Я не могу писать. Скажите, я пока не великий писатель. Я не могу это сделать. Замените. У меня пока не хватает навыка, но я обязательно освою. Я этому научусь. Или я не могу общаться с этим человеком. Мне приятнее общаться с кем-то. Назовите другого человека. Да, все правильно. Весь мир не слышит частицу «не». Следующий момент. Невозможно. Невозможно. Тоже часто повторяемое это слово. Я не стану известным, допустим, там кем. Ну, спортсменом. Это невозможно. Я слишком неуклюжий. Кто-то говорит. А другой говорит. Я не стану богатым, потому что... И продолжает. Я не стану... Или никогда не буду успешным, потому что... Никогда не произносите подобных фраз, дорогие мои. Не произносите фраз подобным этим. Нет, ничего невозможного, как я уже сказала. В жизни каждого может произойти что-то невозможное. Для этого просто необходимо время, усилие, терпение. Новые знания, может быть. Вспомните хотя бы известных всему миру миллионеров. Среди них вот Рэнди Гейдж, например. Да, который с нуля начал там. И стал известнейшим и писателем, и миллионером. Или Плющенко, вот скажем... Которого мама привела в фигурное катание, потому что он был очень болезненным мальчиком. А потом стал, вот посмотрите, олимпийским чемпионом неоднократным. Так что, что можно сказать? Вполне возможно, я стану профессиональным спортсменом, если буду уделять этому достаточно силы и времени. Эта фраза звучит изъем к другому. Согласитесь. И несет абсолютно другую энергию. Так же, как я обязательно буду успешным, можно сказать, если я применю на практике новое знание. Если я буду уделять этому достаточно сил, достаточно времени. Следующее слово. Никогда. Я никогда не научусь петь, например. Кто-то говорит, выходя там из караоке, из бара караоке. Но даже если сегодня звук вашего голоса, доносящийся там, скажем, из душа, давайте пофантазируем, вызывает у соседей желание застрелиться. Друзья мои, не расстраивайтесь. Это всего лишь сегодня. Вы можете совершенствоваться, развиваться, изучать новые навыки до бесконечности. Поэтому вместо никогда скажите лучше, пока мое пение несовершенно. И всегда помните другую фразу. Никогда не говори никогда. Очень известная всем фраза. Но почему-то многие ее забывают. Такое слово еще. Ой, страшное, конечно, слово «убью». Наверняка почти каждый человек хоть раз в жизни с шуткой, может быть, грозился кого-то убить. Если он еще раз хлопнет дверью, я его убью, говорит кто-то. Или, допустим, если их собака еще раз облает нашего кота, я ее убью. Если назовешь меня еще хоть раз толстой, я тебя убью. Понимаете, друзья мои, в порыве эмоций эти слова легко слетают с нашего языка. Но какую они несут смысловую нагрузку? Как они вредят нам? Мы произносим их, даже не задумываясь об их истинном смысле. Это просто всего лишь один способ выразить наш гнев. Обиду, негодование. Но слова эти очень нехорошие и тяжелые. Особенно последнее слово. Так как я сказала, что он несет просто губительную, разрушающую энергию. Что же делать? Прежде всего взять себя в руки. В этот момент, когда вы раздражены, когда вот, я не знаю, прям какие-то вот эти слова хотят сорваться с ваших там уст, фразы, может быть, какие-то. Сосчитайте до десяти. Сосчитайте до десяти. Вот я не помню, в каком фильме тоже вот там герой. Сосчитайте до десяти. И это действительно помогает. И вместо «я сейчас тебя убью», потому что ты опоздал на целый час. Можно просто сказать, допустим, пойми мне обидно и неприятно, что ты позволяешь себе опаздывать на встречи со мной. И таким образом, друзья мои, во-первых, вы защитите себя от вредоносно разрушающей фразы. И второе, возможно, эта фраза окажет больше эффект на того, кому она адресована. И в следующий раз ваш там, я не знаю, парень, друг, муж, там еще кто-то уже постарается не опаздывать. Следующее, о чем мы хотели поговорить. Вот я уже сказала. Сосчитайте до десяти. Спокойно реагируйте на ситуацию. И следующее, что бы я хотела еще сказать. Есть такие техники, они не техники. Схемы. Схемы. Вот я бы так сказала. Схемы. То есть, как мы с вами избавляемся от этих слов-разрушителей. Во-первых, понаблюдайте за своей речью. Или речью своих близких, друзей. Как только вы обнаружите эти слова, ваша речь быстро от них очистится. А вслед за ними уйдут болезни. Поверьте мне. Значит, спокойно реагируйте на любую ситуацию. Сосчитайте до десяти, мы уже с вами проговорили. Следующий момент. Еще что, вот, значит, если человек слишком эмоционально прореагировал на какую-то ситуацию и долго переживает по этому поводу, скорее всего, у него возникает какое-то заболевание, связанное с нехваткой собственной энергии. Что очень скоро может сказаться на внутренних органах. И, как мы уже говорили, вот немножко возвращаясь, как бы, назад, к такому типу заболеваний можно отнести гастрит, язву, в общем, все, что связано с желудком. Человек все время вспоминает проблему, но не решает, вернее, ее. А переживает о том, что она не решается. И следующий момент. Если человек неосмотрительно, вот то, что написано у меня на слайде, если человек неосмотрительно дает обещания, а потом почему-то забывает их выполнить, в этом случае он становится должником тех людей, которые ждут обещанного. Поэтому это очень важный момент, друзья мои, в нашей обещании. Почему это важный момент? Потому что, естественно, такая ситуация приведет к потере энергии. А в результате у человека появляется сонливость, потеря сил, депрессии, потеря или, вообще, может быть, там, снижение интереса к жизни и так далее. Вообще, друзья мои, будьте с обещаниями очень осторожными. Пожалуйста. Если не можете выполнить обещания, вы просто позвоните человеку, предупредите. Ты знаешь, я тебе обещал, ну вот возникла такая там ситуация, объясните человеку. Не оставляйте обещания невыполненным. Сейчас не будем мы про это говорить, но это очень-очень на нас негативно влияет. Следующий момент. Если человек обидел кого-то, то обиденный, думая об этом человеке, все время посылает обидчику негативную энергию. И вряд ли он будет, к сожалению, думать об обидчике что-нибудь хорошее. В этом случае, формально, у человека появляется избыток энергии. Но, поскольку энергия поступает очень низкого качества и с разрушительной программой, хорошего в этом ничего нет. И тогда вот к такому типу заболеваний можно отнести так называемые порчи, сглазы, проклятия. Ну мы называем их так. А вот уже говоря об этом, теперь вы понимаете. Просто это все приток большого количества энергии с разрушительной программой. И в-четвертых, если человек прячет эмоции недовольства и страха, эта негативная энергия может скапливаться в некоторых органах. Страхи, например, собираются в почках. Отсюда песок и камни. В печени собирается гнев, злоба, обида. Отсюда заболевания печени. Желчекаменную болезнь я бы сюда тоже не сладко. В легких и на сердце скапливаются печаль, грусть, тоска человек иногда одолевает. Отсюда бронхит, воспаление легких, туберкулез. А как же мы это все можем с вами лечить? А противоположными качествами, дорогие мои. Энергиями, эмоциями. Эмоциями радости, смехом, оптимизмом. Все наши дела очень тесно связаны. И часто корни проблем физического тела находятся на уровне психологии, на уровне мышления. Как раз то, о чем мы с вами говорим. Как видно из этих примеров, которые мы с вами только что проговорили, ни одна болезнь не возникает просто так. И наше любимое тело всегда старается нам что-то подсказать. И что же говорит нам тело? Давайте мы сейчас с вами рассмотрим 12 важнейших сигналов, которые нам подсказает наше тело. Ну, то, что человеческий организм непростая система, об этом мы с вами говорить не можем. И, как поняли вы уже, что боль может быть проявлением не только внешнего влияния, но и внутреннего эмоционального состояния. Наше тело пытается нам что-то сказать через нашу боль. Например, голова. Головная боль любой интенсивности и чистоты это результат нашего нервного перенапряжения. Что мы можем переживать по поводу работы, постоянно волноваться в каких-то бытовых мелочах, спешить куда-то, не оставляя времени на себя. Но у нас есть выход, друзья. Но учитесь просто отдыхать. При этом не испытывая грязи не совести. Как часто бывает, особенно женщины, боятся позволить себе часик полежать, посвятить себе, почитать книгу и так далее. У неё дома постоянно находится какая-то работа. Она на работе отработала, приходит домой, и снова у неё работа. Остановитесь, дорогие мои. Остановитесь и выделите себе в течение дня немного времени. Когда вы будете расслабляться, отпускать все проблемы, не забивая ими голову. Да, конечно, поначалу может показаться, что вы непродуктивно просто используете время, ничего не делая в этот момент. Но на самом деле, поступая таким образом, ваши работоспособности и отдача только возрастут. Шея, например, неприятные ощущения в шейном отделе. Сигнал о том, что вы взвалили на себя тяжкий груз обиды, то, о чём мы с вами уже говорили, на себя самого или своё окружение. И здесь мы тоже можем помочь себе сами. В этом случае, дорогие мои, нам поможет умение прощать. Крайне важно научиться относиться снисходительно к обидчикам и в первую очередь к себе. Подумайте, может, вы просто не поняли кого-то. Либо часто мы обижаемся на тех людей, которые и у мыслей не держали нанести нам обиду. Пересмотрите свои требования к себе. Может быть, они слишком завышены. Запомните, мои дорогие, вы не должны соответствовать общепринятым шаблонам и стандартам. А раз нет несоответствия, нет и чувства вины. Вместо того, чтобы постоянно анализировать отношения окружающих и как они к вам относятся, что они в вас думают, что они в вас говорят, либо копошиться в себе, думайте о чём-то светлом и позитивном. Мы очень много об этом говорили. Следующий момент. Плечи. Ощущение тяжести в плечах – это признак тяжёлого времени, которое то же самое, что и шею вы взвалили на себя. Здесь причины давления тоже могут быть разными. Может быть, вы оттягиваете принятие важного решения. Или же в вашем окружении есть человек, который вас подавляет. Что в этот момент можем мы сделать? Разделить просто тяжесть с другом, либо с мамой. Поделиться. Справиться с такой высокой эмоциональной нагрузкой бывает сложно в одиночку. Поговорите с кем-нибудь, с лучшим другом, второй половинкой, мамой, как я уже сказала. И вы почувствуете облегчение. Вам помогут с советом. А может быть, вы и сами найдёте необходимое долгожданное решение этой проблемы. Спина. Верх спины доставляет дискомфорт тогда, когда нам не достаёт близких людей. И той моральной поддержки, которую они оказывают. Эта область беспокоит тех людей, которые привыкли чувствовать себя ненужными, нелюбимыми. Друзья мои, откройтесь чувствам. Откройтесь миру. Не стоит закрываться себе, как вот в ракушке улитка. Знакомьтесь с новыми людьми. Заводите друзей. Бегайте на свидания. Не стоит бояться чувства привязанности к кому-либо. Гораздо хуже, если вы будете жить с постоянным ощущением, что вам чего-то не хватает. А что не хватает? Внимания, любви, человеческого тепла. Следующий момент. Спина. Вот как раз то, что вопрос у нас здесь в часе был. Нижний отдел. Замучила допустим ноющую поясницу, человек говорит. Друзья мои, здесь уместно будет спросить вас. А как часто вас беспокоит денежный вопрос? Переживания по поводу денег. Мысли о том, что кто-то достиг большего. Очень даже способны стать причиной хронической боли в поясничном отделе. Что делать в этом случае? А занимайтесь по-настоящему любимым делом. Деньги придут. Деньги решают много, но далеко не все. Друзья мои, отпустите зависть, неудовлетворенность. Научитесь получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. И жизнь изменится в лучшую сторону. Нам не дано все знать. Возможно, ваш вопрос решится наилучшим образом и без ваших переживаний. Подумайте об этом. Следующий момент. Локти. Болезненные локти – признак отсутствия гибкости. И здесь мы с вами говорим не о физической способности. Не о том, что мы с вами не можем дотянуться локтем до носа. Это боязнь пустить в свою жизнь что-то новое. Неспособности рисковать. Не умение искать компромиссное решение. И здесь тоже есть рекомендация. Относитесь к жизни легче. Чаще всего боль в локтях нас беспокоит тогда, когда мы стремимся держать все под контролем. Зваливаем на себя непосильную ножу, обязательств. И ну это все несем на себе. Но иногда, друзья мои, может быть и не стоит бороться с обстоятельствами. Постройтесь по те условия, которые предлагает вам жизнь. Выработайте гибкость принятия решений. И все у вас изменится. Руки. Через болезненные ощущения в кистях мир пытается намекнуть вам, что неплохо бы обзавестись другом. Если руки ноют уже давно, значит вы остро нуждаетесь в друге. Что делать в этом случае, друзья? Все очень просто. Выбирайте все свои раковины, то, что я вам сказала. И отправляйтесь на поиски своего близкого человека, своей родственной души, который может быть будет разделять. И не важно, что женщина, там допустим мужчину, ищет мужчина женщину. Ищите человека, который будет разделять ваши устремления, ваши цели, ваши интересы. Общайтесь, общайтесь, друзья мои. И любой человек может стать вашим другом. Причем мы никогда не можем с вами знать, где найдем настоящего друга. Либо это будет в соседнем подъезде, либо это в автобусе. А может быть это будет коллега по работе, с которым мы уже много лет, может быть, работаем, трудимся там в соседних кабинетах, и никогда не сталкивались, не обращались друг к другу, с какими-то разговорами, не завязывали беседу. Поэтому встречайтесь с новыми людьми. И в большинстве своем, друзья мои, люди тоже ищут себе друга. Мы говорим не только о себе. Следующий момент. Бедра. Ай, фраза такая есть. Вам нужно выйти из зоны комфорта. Причем она уже стала настолько заезженной. Но между тем, это свойственно тем людям, которые привыкли цепляться за установленный порядок вещей. И боятся просто выйти за пределы этой вот самой зоны комфорта. Что нам делать в этом случае, друзья мои? Да просто наслаждаться течением времени. Каким бы переменчивым оно нам не казалось, каким бы переменчивым оно не было. И опять же скажу, что никогда не знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом. Да, конечно, жить по заведенному распорядку удобно, но скучно. Согласитесь, скучно. Поэтому, ну, позвольте Вселенной раскрасить вашу жизнь яркими красками. И радуйтесь, друзья мои, радуйтесь, радуйтесь каждому новому приключению. Следующий момент, что нас чаще всего бывает беспокоить, это тоже, это колени. Ой, болезненные колени, это удел эгоистов. Да, друзья мои, удел эгоистов. Если вас тоже беспокоит подобное проявление, задумайтесь. Быть может, вы привыкли к тому, что все крутится вокруг вас. Как часто вы ставите интересы, может быть, других превыше своих. Проявите участие. Будьте добрее. Нас на планете очень много, и все мы с вами соседи. Попробуйте относиться к окружающим, с душой. Помогите там, я не знаю, старушке, перейти дорогу, проведите время с родителями, поиграйте с детьми и так далее. Проявляйте участие. Следующее, что у нас с вами может болеть, голень. Эта часть ответственна за эмоциональную составляющую. Почему я об этом заговорила? Почему я включила себе этот план? Потому что здесь боль проявляется тогда, когда вы испытываете сильнейшие любовные переживания. Не можете смириться с тем, что любимый человек принадлежит не только вам. Испытываете обжигающую ревность. Ревнивцам нужно опасаться вот этих самых болезней, чтобы к себе не притянуть. Иногда бывает человеку по работе необходимо общаться, там ездить можно на какие-то встречи, где-то там приемы какие-то устраивать. А дома ревнивец сидит и каждый вечер допрос. В этом случае рецепт прост, друзья мои, доверие. Доверие. Не стоит контролировать каждый шаг своей половинки. И постоянно накручивать себя. Рисуя там, я не знаю, какие-либо картины, измены. Доверяйте, и вы почувствуете облегчение, умиротворение. Просто доверяйте любимым людям. Так, следующий момент. Ступни. Эта часть тела нас с вами прожает тогда, когда нам овладевает апатия. Это тоже может быть тяжело ступать, тяжело ходить, теряет интерес, теряет искру. Нам овладевает апатия, как я уже сказала. Все выглядит серым, непривычным, неинтересным. И мы считаем, что это все, финиш. Ничего увлекательного уже не случится. И вся оставшаяся жизнь у нас будет уже запланированная, распланированная, предсказуемая и так далее. В этом случае, друзья мои, для некоторых лечения будет даже очень непростым. Здесь нам с вами нужно научиться, в этом случае, находить радость жизни. Ведь, по сути, всем нам для счастья нужно совсем немного. И мы это понимаем, когда, например, ну вот, что сказать, сегодня проходило, да? Мимо проходя обулочины, вдруг мы слышим приятный запах. Либо вот тоже серая, хмурая, сейчас зима, такая стоит погода, холодная, небо такое темное в тучах. И вдруг появляется солнышко на небе. Либо когда в транспорте вдруг вам незнакомый человек улыбнулся. Когда домой приходим, и к нам ребенок бросается, с криком «мама пришла». Все это радости жизни, все это надо замечать, подмечать. А если впечатлений не хватает, так наполните ими свою жизнь самостоятельно. Каким образом мы можем хобби завести, на танцы пойти записаться, на йогу, допустим. Друзья мои, чтобы ничего не болело, в общем-то нам с вами нужно совсем немного. Терпимо относиться к себе, окружающим, не копить обиды, быть готовым к новым открытиям. Ведь каждый новый день – это действительно новая жизнь. Наполните свою жизнь любовью и счастьем, друзья мои. Так, следующий момент, о чем мы с вами поговорим. Негативная мысль, мы говорили мы о том, что негативные мысли притягивают негативные события. И чем сильнее мысли, тем разрушительнее события. И дело тут даже не в силе притяжения и не в материализации наших мыслей. Дело лишь в том, что как мы думаем, так мы и действуем. Иными словами, если мы с вами будем постоянно думать о своей никчемности, о своей несостоятельности, вы с высокой долей вероятности будете подсознательно делать все для подтверждения своих мыслей. Потому что, как мы уже с вами сказали, как вы думаете, так вы и действуете. Поэтому, друзья мои, соблюдаем законы мира, соблюдаем законы Бога, Вселенной. Следующий момент. Поговорили мы с вами о словах, о мыслях поговорили, о фразах, которые нам мешают. Каким образом наши эмоции влияют на нашу жизнь, на наше здоровье. А сейчас, друзья мои, давайте мы с вами поговорим о техниках. То есть, каким образом мы с вами можем избавиться вот от этого негатива, от этих мыслей и так далее. Итак, техника первая. Как только вы почувствовали, что в ваше сознание закралась негативная мысль, друзья мои, просто отрежьте ее. Вот буквально, просто отрежьте. Представьте, как вы отрезаете ее ножом или отрубаете топором. Не надо ее анализировать, не надо с ней спорить, не надо защищаться от нее. Просто мысленно отрежьте ее от себя и на ее место поставьте что-то другое, более красивое и приятное. Как делаю я? Вот если, допустим, приходит какая-то мысль, да, вот прям буквально, вот беру как будто бы рукой, да, из головы, хоп, такую ниточку вытягиваю и прямо у самой головы двумя пальчиками, да, другой руки, хоп, как будто я ее отсекаю. Но ключевой принцип здесь в том, что вы должны сделать это немедленно, в то самое мгновение, как только почувствовали зарождение этой мысли в вашей голове. Если вы ее оставите, она тут же моментально будет набирать силу и подпитываться от вас энергией, понимаете? А раз мысль негативная, значит мысли этого негатива будет все больше и больше. Поэтому почувствовали, хоп, быстренько ручкой и отрезали. Вторая техника. Эта техника отличается от первой и заключается она в общем, друзья мои. Вместо того, чтобы избавиться или отрезать эту мысль, мы от нее просто отстраняемся и наблюдаем со стороны. Это делать немножечко сложнее, вот в всяком случае для меня это делать гораздо сложнее, но тем не менее я вам об этом хочу рассказать. Может быть для вас она будет гораздо легче. Поэтому заметили негативную мысль, отстраняемся от нее и наблюдаем, как вы остатся со стороны. Смотрите на нее, оценивайте, но при этом, как я уже сказала, не позволяйте ей завладеть собой. Так как будто эта мысль появилась в голове у кого-то другого и вы ее оцениваете. Анализируйте при этом свои мысли. Что я думаю по этому поводу? Вы себе задаете вопрос. Что я чувствую? А что бы я посоветовал человеку с такой мыслью? Дальше размышляете вы. Но саму мысль называть уже как бы, знаете, в кавычках. То есть мы уже определяем место этой мысли в своей голове. То есть не она владеет нами, а мы ей владеем. И мы ее берем в кавычки и просто наблюдаем за ней. Следующая техника. Как только вы обнаружили у себя негативную мысль, вы должны раздуть ее до абсурда. Вот это очень интересно и мне эта техника очень нравится. Здесь ключевой момент в этой технике. Сделать ее смешной, эту мысль. Поиграть с ней. Например. Ну, такой пример. Вы продавец. Или давайте, менеджер сетевой компании. Который не может пойти к потенциальному своему клиенту, покупателю из-за страха отказа. Что вы должны сказать при этом? Действительно я не могу ничего продать. Говорите вы. Я боюсь. Почему? Задаете вы себе вопрос. И начинаете раздувать до абсурда. А вдруг я приду к этому человеку, открою дверь, а оттуда появится кулак и врежет мне. Например. Или какой-нибудь, я не знаю, там робот выйдет и треснет меня со всей силы. А потом прибежит, сочиняете, фантазируете дальше, прибежит толпа людей с водой. Допустим, начнут меня поливать, при этом насмехаться надо мной. И потом мне будет больно, стыдно. Я буду вся мокрая или мокрый, избитый. Потом они натравят на меня овчарок, собак. И вот я весь мокрый, весь искусный. Но мало того, я вернусь в свой офис, а все сотрудники вывесят вывески со словами. Ты, там, нехорошее слово, но скажу, идет, зачем ты вернулся? И будут надо мной хохотать. Понимаете? Вот такая билиберда, друзья мои. Вот такая билиберда. Она нам часто помогает заменять негативную мысль на позитивную. И когда вот это вот мы с вами, билиберду, извините меня за выражение, начинаем с вами себе говорить, сочинять, понимаете, тут же появляется улыбка на лице, тут же совершенно меняется настроение, тут же совершенно начинаешь уже относиться к этой мысли совсем по-другому, а порой даже и забываешь о том, что ты сейчас в данный момент думал и вообще чего-то боялся. Вот, кстати, эту технику мы очень часто применяли как раз вот в седевой компании. Конечно, это все абсурдно, но именно вот эта абсурдность помогает нам лишить эту негативную мысль силы. Следующая техника. Все, что нам говорит негативная мысль, мы должны превратить ее в полную противоположность. Как только в голову вам пришла негативная мысль, вот, допустим, опять же, да, мне не удалось совершить продажу, вы должны обязательно на ее место поставить полностью противоречащую ей мысль. То есть, что мы с вами скажем? То есть, мне обязательно удастся совершить продажу. Если вам приходит мысль, мне ни за что не заработать их денег, допустим, о которых я мечтаю, вы должны тут же реагировать полной противоположностью. И что мы в этом случае можем себе сказать? Да я обязательно добьюсь огромного финансового успеха. Как только пришла мысль, я ни на что не гожусь, я ни на что не способен. Часто мы, часто тоже приходится слышать такие фразы. Так вы говорите себе, я способен на все. Я очень необычный, неординарный человек. Скажите, что у вас куча талантов и так далее. Это очень эффективная техника. Потому что абсолютно невозможно одновременно думать о негативном и позитивном. Сознание способно одновременно думать о чем-то одном. Поэтому у нас сознание может быть либо негативной, либо позитивной. И если вы выпросите из него эту негативную мысль и поставите позитивную, вы лишаете негативную мысль силы. Еще раз повторюсь. И помните, друзья мои, негативные мысли имеют власть только в том случае над нами, если вы на них реагируете. Следующее, о чем я хотела сегодня вам рассказать, но тоже давайте быстренько так, чтобы это у нас все долго с вами не затянулось, просто часто задают вопросы о проблемах на лице. Как избавиться от угрей, приезжих и прочих неприятностей на лице. Пусть ответ на этот вопрос будет вам бонусом от меня. Итак, друзья мои, кожа у нас является самым большим по площади органом тела. И на ней, именно на ней в первую очередь, проявляются многочисленные внутренние проблемы. А именно, проблемы кожи нам часто указывают на проблемы со здоровьем. Китайцы считают, вообще считают, что различные части лица связаны с различными органами тела. И наша личика замечательная, красивая, может четко показать сбой, который произошел в организме. Как раз вот за счет этих появлений, за счет этих высыпаний, прищиков или там изменений кожи и так далее. Итак, давайте тоже быстренько сейчас пробежимся, чтобы просто долго на это время уже не тратить. Просто скажу, какая часть на лице связана с чем, какие могут возникнуть проблемки, и что мы с вами можем сделать, чтобы это исправить. Итак, лоб. Лоб у нас связан с мочевым пузырем и тонкой кишкой. Причина здесь в чем может открыться? В чрезмерном употреблении, например, количества жиров. Стресс может влиять, дефицит сна тоже может влиять. Чрезмерное употребление сахара, алкоголя. Все это приводит к замедлению пищеварения. И что мы можем с вами в этом случае сделать? Пить много воды, отказаться от употребления алкоголя, больше употреблять фруктов, овощей, в частности, которые можно есть сырыми. И что еще? Обеспечить себе хороший сон. Область между бровями, связанная у нас с вами с печенью. В чем может быть причина? Чрезмерное употребление мяса. Бывают такие люди. И при этом желудок очень много работает, он просто не отдыхает. Употребляя утром, днем и вечером мясные продукты, мы не даем возможности нашему желудку отдохнуть. И еще, это прищики в области лица могут говорить о том, что возможно у вас есть аллергия на какой-то продукт, или ингредиент, или в доме что-то, и так далее. То есть вот это тоже возможно. Что мы можем с вами сделать? Можно использовать свежую полезную пищу, свежий воздух, медитации в этом случае очень хорошо могут помочь, йога, быстрая ходьба. Арочка между бровями связана с почками. Здесь на что? Опять же алкоголь, я бы сказала, курение. И что еще здесь? Обратите внимание на сердце и кровообращение. А что мы можем сделать? Опять же уменьшить употребление алкоголя, поменьше пить кофе, каких-то там напитков подслащенных, больше пить чистой, свежей водички. Но это у нас связан с сердцем. Причина в чем может быть? Загрязненный воздух, вздутие живота, плохое кровообращение, либо высокое артериальное давление на этот момент у человека. Что мы можем сделать? Тут прежде всего контролировать артериальное давление, уровень холестерина, также, конечно, делать детоксикацию организма, это обязательно. Причем это можно делать просто с помощью зеленого чая. Ну и, как всегда, заниматься, конечно, физическими упражнениями. Верхний чай щек у нас связан с вами с легкими. Причина может быть, опять же, курение, астма, загрязнение окружающей среды сюда можно отнести. Что нам с вами нужно делать? Во-первых, избегать курения, загрязненного воздуха и начните ежедневно заниматься спортом. Как видите, все прям вот, все от нас с вами зависит. Чтобы не допускать и не давать болезни глубоко в нас засесть и превратиться в хроническую. Следующие щеки наши связаны с легкими почками. То есть здесь тоже причина может быть в чем? Плохое питание, стресс, чрезмерное употребление сахара, может быть курение. И что бы я еще, как бы тут, рекомендовала, что мы можем сделать? Опять же, обратить внимание на свой рацион и перейти на более качественные косметические средства. Так, что мы тут еще с вами? Да, рот и подбородок, это связано с желудком. Опять же, значит, человек может употреблять продукты с высоким содержанием жиров, сахара, алкоголь, кофеин, стресс. Что мы можем с вами сделать? Так, здесь мы можем придерживаться просто сбалансированной здоровой диеты, богатой фруктами. Следующий момент, что у нас еще здесь наличие может быть? Где появляется? Так, ну, челюсти, шеи, это связано с гормонами. Причина, опять же, употребляете слишком много, может быть, соленой пищи, много пьете кофе, специи очень много используете, и, к сожалению, не пьете воду, или очень мало пьете. И организм просто, ну, на грани обезвоживания, я бы сказала. Что мы должны с вами сделать? Мы должны пить много воды, избежать, или употреблять меньше напитков, опять же, с кофеином, специи и соленой пищей. Как видите, друзья мои, все проблемы у нас на нашем прекрасном речке, но все они решаемы. Мы все это с вами можем сами, ну, изменить, улучшить, поправить свое здоровье. Все зависит от нас, все в наших волшебных руках, как говорится. И по многочисленным просим, друзья мои, что мы делаем? Повторю, те, кто знает эти молитвы, знаком с ними, вы просто вспомните, те, кто не знаком, вы об этом узнаете, прочитаем их сейчас сами, и, конечно, пользуйтесь ими, себе во благо, читайте эти молитвы, и просто, вот поверьте на основе, они действительно работают, очень работают. И в этом ряду, мне, знаете, хочется отметить прекрасные молитвы, созданные Джозефом Мерфи, не секрет, их много знают, они уже помогли тысячам людей по всему миру, и, конечно, их рекомендуется проговаривать, читать, их можно просто писать, при болезни, там, депрессии какой-то, причем, вы можете читать эти молитвы, как за себя, так и за любого другого человека. И еще, чтобы я в этом случае сказала, про эти молитвы, что лучший эффект достигается, если читать молитву Мерфи с трассу, либо после пробуждения, либо прямо перед сном. А также можно положить лист, просто написать вручную молитву и положить эту молитву под подушку, либо себе, либо человеку, за кого вы читаете эту молитву. Итак, вот первая молитва, молитва о собственном исцелении. Исцеляющий Божественное присутствие сейчас принимается за работу, преобразуя, исцеляя, восстанавливая и управляя всеми процессами моего тела. Согласно его мудрости и Божественной природе, весь мир, весь мой организм очищается и приводится в действие жизнеутверждающей энергии Бога. В моем разуме и теле совершается Божественное очищение. Раста, дасть Господа, является моей постоянной силой. Каждая частица моего тела здорова, и я возношу за это свою благодарность. Аминь. Вот прям слова, да, чувствуются, и энергетика их чистая, светлая чувствуется, и произносятся они хорошо, и на слух ложатся великолепно, и пользу нам неоценимую просто оказывают. Так, следующая молитва, это у нас с вами будет для здоровья. Совершенство Бога находит свое выражение в моем теле. Ощущение полного здоровья наполняет сейчас мое подсознание. Бог создал меня по совершенному образу, и мое подсознание создает теперь мое тело заново, в полном соответствии совершенным образом, созданным Богом. Удивительная молитва, она мне очень нравится. Следующая молитва. Мое тело было создано бесконечной мудростью моего подсознания, которое может также исцелить и меня. Его мудрость сформировала все мои органы, ткани, мускулы и кости. Та же самая бесконечная исцеляющая сила внутри меня изменяет сейчас каждый атом моего организма и сделает меня снова здоровым и невредимым. Я глубоко благодарен, благодарна, потому что я знаю, что нахожусь на пути к выздоровлению. Чудесное произведение творческой мудрости присуще моему подсознанию. Следующая молитва, которую мы с вами можем читать, это молитва об исцелении болеющего. Здесь мы уже обращаемся к Богу, к Создателю и читаем. О, Господь мой, Создатель мой, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабе Божьему, там, рабу Божьему имя, омой кровь ее лучами твоими, только с помощью твоей придет исцеление ей, ему говорите, там имя произносите, о ком читаете, прикоснись к ней силой чудотворной, благослови все пути ее ко спасению, выздоровлению, исцелению, одаришь телу ее в траве, душе ее благословенную легкость, сердце ее бальзам божественной, боль отступит и силы вернутся, и раны заживут ее, телесные и душевные, и придет помощь твоя, лучи твои с небес дойдут до нее, дадут ей защиту, благословят на исцеление, избавят ее, укрепят ее веру, да услышат молитву сию Господь, и благодарность ее Господа, аминь. Еще, по-моему, там у меня одна молитва, с которой, вернее, я вас очень хотела познакомить. Так, эта молитва у нас тоже об исцелении, об исцелении болеющего человека. Так, очень благодарю тебя за чудесное исцеление, которое происходит в теле, опять же называете имя человека. Я знаю, что божественное присутствие исцеляет имя, его тело наполняется любовью. Любовь растворяет в теле чуждое, иммунитет укрепляется. Бог любит и заботится о ней, имя называете. Божественная сила, живущая в ней, наполняет ее или его тело здоровьем. Я наполняю мысли, полные любви, мира, света и добра на произносте имя. Его имя исцелением руководит божественная сила любви. Аминь. Вот посмотрите, друзья мои, в ней и молитвы очень нравятся. Я думаю, что они вам тоже понравятся. Во всяком случае, мне этого очень бы хотелось, чтобы вы ими пользовались, чтобы они приносили вам благо, чтобы они приносили вам пользу, чтобы вы были здоровенькими всегда. Вот пусть они вам будут в помощь. Эти чудесные, замечательные молитвы. И, конечно, я сегодня никак не могу обойти наши прекрасные, наши замечательные, наши любимые мантры, которые все мы очень любим. И, конечно, с удовольствием ими пользуемся. Вот первая мантра у нас с вами используется для лечения физических проблем, активизирует энергию, которая принесет вам необходимый способ для исцеления, поможет найти хорошего, компетентного врача или духовную практику. Также она помогает исцелять проблемы в отношениях. Мантра коротенькая, очень легкая. Очень легко ее запомнить, ее можете записать, ее можете повторять, то есть, что угодно вы можете с этой мантрой делать, я думаю, что она вам, конечно, обязательно, обязательно даже поможет. Следующая мантра позволяет восстановить здоровье, энергию и силу. Ом Шри Сарасвати Намах тоже очень легкая мантра. Только здесь я бы что сказала, пожалуйста, перед мантрой произнесите намерение. Я произнесу эту молитву, чтобы призвать целительную энергию к себе или там кому-то и избавиться от болезни. И назовите эту болезнь. Также эта мантра позволяет восстановить здоровье, энергию и силу. Следующая у нас мантра. Это мантра белой тары для здоровья и долгих лет жизни. Тоже легко очень эту мантру запомнить, очень легко ее произносить. Вообще, я очень люблю мантры. Очень люблю мантры. Так, еще вот я хотела вам такие мантры дать. Тоже мантры для обретения здоровья. Прекрасная мантра. Прекрасная мантра. Еще одна мантра, которая быстро снимает симптомы болезни, в том числе связанных с кровообращением. И, допустим, если у вас болеет родственник, обязательно читайте ее. Тоже эта мантра, в общем-то, в принципе, очень хорошо читается. Он хрим-кшим-клим висай-сваха. Чудесные мантры, пожалуйста, тоже их используйте. И еще, друзья мои, я здесь еще хочу вам сказать об одной замечательной мантре, которую тоже очень люблю. Это для исцеления всей планеты. Вы знаете, сколько сейчас наша планета терпит всевозможных войн, взрывов. Ну, в общем, всего негативного и черного не буду перечислять. Поэтому будет хорошо, если мы с вами еще будем читать вот эту мантру Хунг-ква-джапе. Очень легко тоже мантра читается, запоминается. Только, пожалуйста, в этом случае представляете себе нашу планету, представьте, как ее обволакивает либо белым, каким-то облаком защищает, либо золотым каким-то таким облаком. Пожалуйста, поэтому читайте ее тоже. И что бы еще мне хотелось вот сказать по поводу мантры, конечно, не только мантру, но и молитв, в том числе. Вот откройтесь этим энергиям исцеления, друзья мои. Откройтесь, читайте, но, но, концентрируйтесь на конечном результате, а не представляете себе процесс лечения. Потому что многие совершают большую-большую ошибку, когда начинают прокручивать в своих волшебных головках, каким образом пройдет этот процесс лечения. Не надо этого делать, не надо. Дайте вселенной самой все сделать. И еще очень важно, хочу, чтобы вы помнили, мы проводим все техники, читаем все мантры, молитвы, пьем витаминчики, другие средства, может быть, которые прописал нам врач. Мы пьем их и говорим для здоровья, для здоровья, не от болезней. Некоторые говорят, ой, мне от болезни приписали то-то, я от болезни читаю молитву, я от болезни читаю мантру. Понимаете, друзья, мы разницу? Для здоровья. Я читаю мантры для того, чтобы быть здоровой, я читаю мантры для того, чтобы быть абсолютно здоровой, читаю молитвы для того, чтобы быть здоровой, я читаю, там, ну, что-то делаю, какие-то ритуалы и так далее, пью витамин для того, чтобы быть здоровой и что еще я вам хочу сказать в заключение я вам хочу представить вот такой ритуал, дать ритуальчик который проводится на убывающей луне у нас уже период растущей луны после нового года заканчивается праздничные дни пройдут и вы можете сделать вот такой ритуал, потому что как я сказала, он проводится на убывающей луне, то есть мы с вами можем провести этот ритуал и завязать болезнь и так, завязать болезнь если все-таки, несмотря на все усилия врачей болезнь не отпускает попробуйте прибегнуть к старинному магическому методу и попробуйте завязать не попробуйте, а завяжите вот этот свой недуг что вам потребуется? потребуется шнур из натурального волокна лучше, если он будет не крашеный держите этот шнур как можно ближе к тому участку тела где у вас находится болезнь и начинайте завязывать узлы один на другой один на другой так, чтобы образовался один большой узел при этом мы читаем с вами заговор я болезнь на узел навязываю я болезнь на узел привязываю я болезнь на узел завязываю я болезнь в узел загоняю я болезнь в узел закрепляю я болезнь в узел прикрепляю болезнь в узле здоровья во мне Да будет так. Читать следует так, чтобы на каждую строчку приходилось по узелку. Завязали, завязывайте узелок и читайте. Завязывайте узелок и читайте. Что сделать дальше с этим шнуром? Его следует закопать в землю, сказав, веревка с нее здоровье придет. Но, друзья мои, поскольку зимой закапывать что-то затруднительно, можете просто положить шнур в цветочный горшок и засыпать землей, и вынесите из дома. Взяли просто цветочный горшок, насыпали туда земли, положили, сверху еще раз засыпали этот шнур, и куда-нибудь подальше вынесли, подальше от дома. Лучше там куда-нибудь за перекресток и там оставьте. При этом уходите молча и не оглядываясь. Не произнесите ни слова, пока не приступите порог своего дома. Вот так нам советуют и рекомендуют проводить этот ритуал. Так, что еще? Я вам не сказала, что у нас еще есть. Так вот, друзья мои, да, вот такая картиночка, но она тоже известная, собственно говоря. Может быть, даже кто-то из вас ее видел, но тем не менее, мне очень приятно было ее включить в наш сегодняшний вебинар, чтобы еще раз вы могли увидеть человек с позитивным мышлением и человек с негативным мышлением. То есть, как себя чувствует человек с позитивным, что он делает? Говорит комплименты, несет ответственность за свои ошибки, там проявляет уважение, радуется успехом другого, прощает других, читает каждый день, обсуждают какие-то идеи и так далее. Да, не перестает учиться, не боится перемен. А что человек с негативным мышлением? Таит обиду, критикует, винит других в своих ошибках, считает, что все знает, боится перемен. Кемен, что он там у нас еще? Не знает, то есть, куда идет, зачем идет, не знает, кем хочет стать. Ну, в общем, и так далее, и так далее. Обсуждает людей, осуждает их, цели не ставит и так далее. Вот, собственно говоря, чем отличается человек с позитивным мышлением от негативного мышления. Бечевочка, она же, Лариса, она, бечевочка, она же из натурального волокна, конечно, подойдет, и она ведь не крашеная, главное, чтобы она была. Так, сколько раз завязать? Вот, завязываем, болезнь на узел завязываю, на узел привязываю, на узел завязываю, загоняю, закрепляю, прикрепляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все, 7 узелочков у нас с вами получается, 7 узелочков. Так, я не поняла прицела, не говорить ни с кем, пока не закопаешь веревку, не говоришь, да, Лариса, да. То есть, унесли ему куда-то этот горшочек с землей, с этим шнурочком, оставили его там себе загнивать, и идем молча, не оглядываясь к себе домой. И только когда перешагнули порог своего дома, вот тогда мы уже можем говорить со своими домашними. А так лучше ни с кем ни говорить, ни разговаривать. Вот, что я еще хотела вам сказать, друзья мои. Поскольку мы уже с вами подходим к концу, конечно, наше будущее – это результат нашего мышления сегодня. Поэтому практики позитивного мышления – это самый, самый, самый действенный инструмент, который способен изменить вашу жизнь к лучшему. В том числе и улучшить здоровье, о котором мы уже вот с вами несколько вебинаров говорим. И, наверное, еще будем говорить для того, чтобы вы себя прекрасно чувствовали, хорошо и молодо выглядели. И важно помнить, что, в общем-то, все наши мысли о нашем самочувствии, о нашем здоровье, о нашем состоянии играют немаловажную, очень важную, я бы сказала, очень важную роль в том числе, ну, насколько мы себя хорошо чувствуем. Поэтому очень-очень-очень важно то, что мы с вами говорим, то, что мы думаем, то, что мы произносим, и то, какие эмоции мы с вами проявляем. Вот то, о чем мы, собственно говоря, сегодня говорили. И эту тему мы с вами еще сможем продолжить на следующем вебинаре. Вот он у нас запланирован на четвертое число. На этом вебинаре я вам дам, кстати, друзья мои, на этом вебинаре я вам дам такую мантру, которая является очень мощным энергетическим щитом от болезней. Друзья мои, эта мантра приходит не к каждому. И тот, кто повторяет эту мантру, создает преграду для очень многих болезней. Во-первых, она защищает от разрушающего воздействия токсинов, свободных радикалов, старения организма, улучшает обмен веществ, иммунную систему. И даже, я скажу вам, предотвращает появление и развитие опухолей. Также эта мантра увеличивает целительную силу лекарственных растений, ароматических масел, минералов, все витаминки, которые мы с вами пьем, все лекарства, которые мы с вами пьем, если мы будем эту мантру над ними читать. Причем усиливает позитивное воздействие таких процедур, как массаж. Кроме этой мантры вы узнаете сакральные, самые сильные, самые мощные мантры. Читая эти мантры, ваша удача возрастет сотни раз. Поток денег вам никогда не иссякнет, друзья мои. Что мы еще будем делать на этом вебинаре? Мы научимся строить личную сегилу, мы научимся управлять энергиями. Вы сможете привлекать в свою жизнь все, что только пожелаете. Познакомимся с древним символом целительства, и вы узнаете, как его самим сделать, как его использовать. Предложим вам несколько упражнений и расскажем, как призвать на помощь силы природы, чтобы всегда оставаться здоровыми. И забегая вперед, открою вам небольшой секрет, только для участников сегодняшнего вебинара. Эти упражнения прекрасно обновляют организм и пополняют жизненные силы. Что еще узнаете на этом вебинаре, на следующем? Вы узнаете три секрета, которые помогают нам в наших действиях улучшить свою жизнь во всех областях нашей жизни. И еще я вам покажу волшебные точки на нашем лице, которые помогут вам всегда хорошо и молодо выглядеть. И прямо не отходя от компьютера, мы сделаем с вами омолаживающий массаж. Друзья мои, не стану больше перечислять и открывать все фишки. Лучше приходите и сами все узнаете. Увидите, всему научитесь. Потому что еще много-много чего интересного и волшебного вас ждет на этой встрече 4 января. А сейчас, друзья мои, семинар наш заканчивается. Я всех вас благодарю за внимание, за то, что вы слушали меня, за то, что вы задавали вопросы, за то, что вам это было интересно. За то, что вы разделяете то, что интересно мне. И, конечно же, я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю всем счастья, здоровья, любви, мира, гармонии во всем. Пусть у вас все складывается самым наилучшим образом. И пусть 2018 год будет для вас самым счастливым, самым изобильным. Друзья мои, я вам искренне этого желаю. Потому что вы молодцы, вы все умнички, вы все этого заслуживаете. Я вас очень люблю и благодарю вас за то, что вы меня слушали, что вы приходите на мои вебинары. Спасибо большое вам за вашу благодарность. Всего доброго, друзья, и еще раз с наступающим Новым Годом. Всего доброго и до встречи уже в Новом Году. Всех благ вам.